Всем вам доброе утро! Сегодня мы учим Тору Леню Нишмат, Рахмин Пинхаса, Бемурат Бурхору, Ахашем Тенехену Маганейден Мы говорим насчет соблюдения шаббата Есть ситуация, где можно человека нарушать шаббат И это только если человек, не дай Бог, может умереть Если, например, человек, не дай Бог, может умереть И надо срочно вызвать скорую помощь Или надо зажечь огонь, все то, что надо, чтобы его спасти Тора говорит нам Чтобы спасти человека от смерти, можно нарушить шаббат Значит, если, например, вы видите, что человеку плохо, надо вызвать амбуланс И вы говорите, я не буду нарушать шаббат Это человек, который не вызывает скорую помощь И не делает все, чтобы его спасти Это считается, что он его убивает Поэтому Тора говорит нам, что если вы видите, что человек Он, не дай Бог, может умереть Надо срочно вызвать скорую помощь Есть, например, в синагоге 50 человек молятся в субботу И один из них упал в обморок И из них 20 человек позвонили в амбуланс 20 побежали И что случилось Считается, что они все нарушили шаббат или нет Они не будут наказаны за то, что они позвали скорую помощь Потому что они все старались сделать быстро, чтобы его отвезти в больницу И поэтому даже если они все побежали Они ищут телефон У людей нету в кармане в шаббат Все эти люди, Тора говорит нам, тем быстрее вы позовете Тем быстрее вы вызваете скорую помощь Или, например, вы работаете хацала Вы работаете скорую помощь И вас вызвали Вы обязательно сразу должны поехать А вопрос, если вы имеете право потом После того, как его спасти Ему стало хорошо Вопрос, если вы можете обратно поехать домой Потому что Уже опасность прошла Поэтому есть закон И что надо делать, если вы машину включите И поехали, чтобы человека спасти от смерти И вы, Бару Хашем, его спасли Или когда вы приехали, уже ему стало лучше Теперь вопрос, если вы имеете право возвращаться домой Потому что уже опасность прошла Тора от Исраэль, Тора от Хаими Теперь, откуда мы знаем, что Можно человеку нарушать шаббат Для того, чтобы спасти человека от смерти Потому что написано Это написано в книговой икре Бог говорит Соблюдайте и исполняйте мои заповеди И мои каноны, мои законы Которых будет человек выполнять И он будет жить И исполняет заповеди Отсюда мы учимся Что ты должен жить И не умирать Если вдруг это опасность Только в этом случае можно нарушать шаббат Человеку нельзя нарушать шаббат Если у него синагога далеко находится Есть люди, которые уехали в других штатах Они меня слушают тоже И они пусть не обижаются Есть много людей, которые уехали в другие штаты Либо потому, что там климат хороший Либо потому, что они устали от пригласительных билетов Либо потому, что там дом дешевеет Там разные причины есть Или они устали уже быть Слишком очень и очень тесно Здесь в Нью-Йорке И там в других штатах Есть очень и очень много Земли, много простора Но иногда они Потом только начинают думать А здесь синагога есть или нету Или, например, когда их сын или дочь Встречается с испанцем или с итальянцем Потом они говорят Раба, помогите нам Пожалуйста, спасите ситуацию Потому, что наш сын встречается с испанцем Один парень мне звонит очень часто С другого штата Он говорит Найдите мне невесту Найдите мне невесту И я говорю Ты хочешь жить в том штате, где ты живешь Да А девочки, которые я знаю Они не хотят переезжать Не, может быть, если она меня посмотрит Может быть, она меня полюбит И она согласится переехать Полюбит Посмотрится на него Не скажем, что это похоже на голливудского актера Не так уж, как говорится, привлекательный Но он думает Если девочка меня полюбит То, может быть, она переедет жить Где мой штат И все девочки, которые я ему предлагаю Которые живут в этом штате, где он живет Он всех уже знает Всех он знает Иначе намечу Иначе намечу И сейчас он мучается Ему уже не 20-21 год Ему намного больше И это очень и очень большая проблема И я знаю людей, которые поженились И потом она переехала В другое место, где муж ее живет Она очень и очень привязана к своей маме И она вот так тоскует И скучает И уже сколько людей мне звонили Из Канады Из других мест Я говорю Она не хочет переезжать И он встречался Целый год с одной девушкой Целый год встречался И потом она ему сказала Я не хочу жить в Канаде Она думала, что он согласен здесь жить Но он говорит Нет, у меня там большой бизнес Я там буду жить Поэтому я сказал этому человеку Ты должен сделать выбор Либо ты закрой свою лавочку И ты будешь здесь это делать Хотя это будет нелегко Заново начинать Если ты ее любишь Либо ты должен будешь отказаться И должен будешь искать другого человека Поэтому это очень и очень большая тема Что когда человек живет там Где мало евреев Есть большой шанс Что там будет ассимиляция И там синагога много раз далеко находится И он говорит Я буду ехать на машине 20 минут Чтобы для моего отца читать Кадиш Это Кадиш не считается Потому что не написано в Торе Нарушайте шаббат Если вы хотите встречаться Молиться вместе Так не написано Написано Что вы имеете право нарушать шаббат Только если кто-то может сейчас умереть И вы должны его сейчас же спасти В этом случае можно нарушать шаббат Второй случай Когда можно нарушать шаббат Если надо ребенку сделать обрезание В субботу нельзя делать так Чтобы у человека вышла кровь Поэтому Если человек родился в шаббат Ребенок Можно ему на восьмой день Шаббат сделать обрезание В этом случае это можно А так нарушать шаббат Для того чтобы поехать На машине в синагогу Это называется Митва Габаа Баавира Я вам принесу пример Один пожилой человек Накопил 10 тысяч долларов И он хочет пойти Заказать место на кладбище Дорогое место на кладбище он хочет Ему говорят здесь подешевле Он говорит нет я хочу вон там Очень дорогое место он хочет Окей он пошел Он идет И по дороге на него напал разбойник Его ударил по голове Сморовал 10 тысяч И потом он это бедным раздает По 100 долларов цедоха Это митва считается или нет? Это не считается Потому что ты эту митву делаешь тем Что ты человека ограбил И сейчас ты его деньги раздаешь бедным Эта митва не считается Почему? Потому что ты эту митву сделал Некошерным путем То же самое если человек Он едет на машине В шаббат он едет Он молится в синагоге Бог говорит это не считается Наоборот ты еще на себя взял Очень много грехов Или когда есть праздник Песах В этом году каждый сидел у себя дома Но сколько лет я говорю Люди не езжайте на машине на Песах Нет раба мы поедем до Песаха Я говорю потом Когда закончится седр В 12 часов ночи Часть ночи Вы машиной обратно поедете домой Это не считается Это тоже называется Митва хаба бавера Это не считается Человек который соблюдает шаббат Его лицо в шаббат выглядит по другому И это только могут увидеть те У кого глаза святые Если человек смотрит целыми днями на женщину Для него нет разницы Что он увидел вас в понедельник Или он увидел ваш шаббат Для него одно и то же Но если человек у него глаза чистые Он не смотрит грязные вещи Он не идет там где много женщин Он глаза свои бережет Интернет у него Он старается вообще не пользоваться Только если по работе И там нету женщин Если человек у него вот такие Святые глаза чистые Он может увидеть на вашем лице Шаббат свет Который у вас это нету простой день Написано в книгах Особенно это написано в книге Свят Эмед Но еще в других местах тоже написано Я не знаю почему он только Свят Эмед говорит Что в субботу у человека Появляется еще одна запасная душа Шаббат Человек Бог дает еще вам Запасную душу Если вы соблюдаете шаббат Конечно мы это не чувствуем Но человек у него в шаббат Иногда появляется Двойной аппетит кушать Бывает такое или нет? Потому что у вас есть Нашама и Тера И в субботу вечера Мы должны Когда шаббат заканчивается Понюхать хороший Но сбой Мы должны понюхать Хороший запах Вчера мне задали вопрос До каких пор можно в субботу вечером Делать мавдиль Авдала Есть такие люди Когда им говорят Что шаббат заканчивается 9.05 Он смотрит на часы Когда уже закончится шаббат Он уже в синагоге Спрятал сигарет Как заканчивается шаббат Сразу он выбегает И он начинает дышать Как будто бы сейчас ему Подключили кислородную машину Человек должен Не торопиться Когда заканчивается шаббат Есть такие раввины Я не хочу говорить их имена Что они ошибаются Что они говорят народу Что шаббат заканчивается Такое-такое-то время Очень и очень рано Самое ранное время Они говорят для народа Мы должны стараться Придерживаться мнению Рабену там Потому что Рабену Йонаху Даже был большой мудрец Но это слишком-слишком Очень и очень рано И много есть календарей Которые там неправильно написаны Во сколько заканчивается шаббат Когда мы выпускались Календарь Благодаря вам Мы все там добавили еще Экстра Почему? Потому что там так рано Что это просто ужас Есть такие люди Которые Очень и очень рано Заканчивают шаббат Представьте Что к вам домой придет Президент Америки Трамп Он говорит Мистер Борис Я хочу прийти к вашему На фрайде И я буду оставить В вашем дом На фрайде На 8 Значит если вы его уважаете Вы его будете встречать В 7 часов Или пораньше Уже все будет готово У вас Приходит к вам домой Трамп В 7 часов И он видит Что у вас дома Ничего не готово Тапочки там валяются Кровать не заправлена Стулья перевернутые Стакан грязный Не помыли Бардак номер один И вы говорите Сейчас я все начну убирать Это неуважение Почему? Потому что он пришел А вы даже и не готовы Если вы человека уважаете Вы делаете поминки Правильно? Вы говорите Людям прийти в 7 часов У вас уже все накрыто Все готово 7 часов Или пораньше? Уже 6.30 6.45 Уже столы Накрыты Уже стаканы Уже все Салат Уже все там есть Но если люди ждут Было такое? Было 2-3 раза Что люди заказали ресторан Они пришли в ресторан Я там был Это было много-много лет назад Так-так Стучатся Ресторан закрыт Не пришел Хозяин забыл Не написал Люди стучатся Стучатся Потом ели Как его нашли На ручной Его позвонили Есть люди Которые ручной Иногда не поднимают Мир перевернется Ручной Некоторые люди Не поднимают Есть такие Я одному парню Дал одну девушку Чтобы он встречался с ней Он говорит Я ей позвонил вчера Она трубку не поднимает Я ей звонил сегодня Она на звонки не отвечает Я говорю Я надеюсь Что это не как одна женщина Которую я знаю Когда бы вы ей не звонили Уже мы ей 20 лет Даем замечание Когда ты начнешь Поднимать телефон Когда тебе звонят Если ты на звонки Не отвечаешь Когда она мне звонит Я должен отвечать А сейчас ты хочешь Чтобы я тебе ответил Когда тебе звонят 500 мессенджеров Ты не перезваниваешь И не отвечаешь Игнор делаешь Тогда зачем ты имеешь телефон Есть такие телефоны Когда вы только звоните Знаете Это называется Outgoing Зачем тогда Ты свой номер Даешь другим Если ты и так На звонки Не будешь отвечать Правильно Зачем И вот что я хочу вам сказать Что мы пришли Однажды на поминки А хозяин ресторана Даже и не знает Что у него сегодня На 80 человек Люди пришли Пока мы его нашли Пока двери открыли Слава Богу Что на улице Не было дождей Потом мы ждали Целый час Пока эти столы Расставят Пока это все Поставят салаты Время очень и очень Поздно закончили Мы название ресторана Не говорим Но ошибки у всех бывают Иногда бывает Я пришел Однажды в ресторан Мы там поминки имели Я иду в другое помещение И я вижу Что они там накрыли А никого нету Я говорю А что такое Где все ваши гости А он говорит Один говорит Из наших людей Он взял заказ Семья кенсел сделала А он не написал Что семья кенсел сделала И они сря на сря Накрыли еще Я говорю А сколько раз У вас такое было Он говорит У нас несколько раз Так было Поэтому если вы Человека уважаете Если он сказал Что он придет к вам Семь часов Уже шесть тридцать У вас все готово И когда он должен уходить Восемь часов В субботу вечером Вы не бойтесь смотреть На часы Трамп You finish everything good Вы даете ему намек Что он ушел Потому что вы уже устали Чтобы он у вас дома был Когда вы человека уважаете Вы наоборот Ему что говорите Неха не уходи Нарочно Даже если вы хотите Чтобы он ушел Все равно это называется На Бухарском Из-за ты левуда Что вы все равно Говорите Хай останется Хай останется То же самое Шаббат заканчивается Такое-то время И она видит Что вы ее выгоняете Вы ждете Чтоб шаббат закончился Вы смотрите Каждую секунду На часы И когда шаббат закончится Поэтому человек Даже если в календаре написано Во-первых Проверьте Если это календар Правильно или нет Большинство календарей Неправильно Вот если написано Что свечи надо зажигать 8.05 Во сколько шаббат Должен закончиться 9.05 Многие календари Говорят Через час Как зажгли свечи Это совсем мало Человек должен Минимум еще 15 А самое правильное Это 30 минут Еще добавить Вот если написано Календаре Зажигать свечи 8.05 И вы видите В вашем календаре Написано 9.05 Это слишком рано 9.10 Это слишком рано Надо еще добавить Минимум 15 минут А максимум 30 минут То есть час и 30 минут 8.05 9.35 Это самое правильное Закончить шаббат Значит мы должны знать Что в субботу вечером Мы делаем то что называется Мавдиль Авдалла Авдалла переводится Разделять Между шаббатом И простым днем Пока вы Мавдиль Не сделали Шаббат не закончился Или вы должны Прочитать Молча Когда мы читаем Мы читаем молитву Ата Хонантан Ата Хонантан Означает Ты нас помиловал И нам подарил Что мы можем Знать разницу Между шаббат И понедельник Для мурашей Есть разница Когда понедельник Когда вторник Для мурашей Есть разница Для комаров Есть разница Какой сегодня день Недели Нет Никакая разница Но мы Имеем этот подарок Что мы знаем Что такое понедельник Что такое среда Что такое шаббат Допустим Что вы Соблюдаете шаббат И вы должны Сразу после шаббата Кому-то позвонить Но этот еврей Он Мавдиль не говорит Он Мавдиль не говорит Пока человек Мавдиль не скажет Для него шаббат Закончился или нет Когда заканчивается шаббат Если вы хотите Включить машину Вы должны Сначала Сделать Мавдиль Или сказать Баруха Мавдиль Бен Кодыш Лехоль Пять слов Благословен Бог Который Разделяет шаббат От других дней Вот когда вы Это сказали И уже время Пришло Теперь для вас Шаббат Закончился Но если человек Еврей Он не говорит Мавдиль Он не держит Шаббат Он шаббат Не держит Он мавдиль Не делает Для него Шаббат Продолжается Или нет Для него шаббат Еще не закончился Еще он Не то что он Не начинал Даже если он Кедыш Не говорил Шаббат Заходит Хоть что Хоть нет Теперь Когда вы ему Звоните После того Как шаббат Закончился Для вас Уже шаббат Закончился Потому что Вы Сказали Баруха Мавдиль Бен Кодыш Лехоль Время Пришло Но он Не говорит Эти вещи Вы ему Звоните До сих пор Для него Это что Шаббат Не закончился Вы ему Даете Подножку Как вы можете Звонить ему Если еще Он Мавдиль Не сделал И он Вообще Не делает Мавдиль Так что Он всю Жизнь Нарушает Шаббат До каких Пор Некоторые Говорят До 12 Часу ночи Полуночи Это не всегда 12 Некоторые Говорят До вторника Поэтому Это очень И очень Большое Сомнение Если Человек Имеет Право Звонить Тому Человеку Который Шаббат Не держит И он Мавдиль Не говорит Потому что Для него Понимаете Что я говорю До какого Времени Желательно Это сделать Потому что Пока вы Мавдиль Не сделали Вам кушать Пить нельзя Вам кушать И пить нельзя Пока вы Не сделаете Мавдиль Если вы Хотите Попить воду Шаббат Сейчас закончился Если Например Вы Помолились Субботу Минха Уже Сейчас Становится Темно Если Вы Начали Мыть Руки Для хлеба Судаш Лишит Когда Еще Солнце Не взошло Вы Можете Кушать Не имеет Значения Допоздна Потому что Вы начали До того Как Солнце Взошло Но Если Например Вы Уже Новорек Сказали Уже Как Солнце Солнце Закончили Трапезу Новорек Сказали Уже Нельзя Вам Ничего Кушать И пить Пока Вы Не Сделаете Мавдиль Но Если У Человека Нет Вина Вы Можете Сделать Мавдиль На Пиво И Вместо Я не знаю Если Потом Будете На Свои Глаза Мазать Или Нет Пиво Пиво Это Становится Липким Или Нет Вино Намного Липким Чем Пиво Но В любом Случае Когда Заканчивается Шаббат Мавдиль Можно Делать До Вторника Но Уже Вы На Носбой И На Свечи Не Говорите Только Вы Говорите Барахон На Вино Если У Вас Не Было Возможности Найти Вино Или Пиво Поэтому Мы Должны Знать Субботу Вечером Мы Должны Понюхать Хороший Запах Носбой Вот У Носбой Есть Потому Что Наша Оригинальная Душа Она Обижена Что Ее Вторая Душа Покинула И Что Шаббат Закончился А В Субботу Вечером Мы Должны Сказать На Барахон На Что На Огонь И Мы Должны Смотреть На Что На Ногти Почему Чтобы Напомнить Что Вы Забыли Их Постричь Почему Надо Смотреть На Ногти Допустим Что Я Вам Дал Яблоко Вы Взяли Это Яблоко Вы Сказали Барахон Барахон И Вы Его Не Поели Это Грех Или Нет Вы Сказали Богу Спасибо Что Ты Мне Дал Яблоко Вы Сказали Имя Бога И Вы Его Не Поели Это Считается Грех Или Нет Десяти Заповедей Написано Третья Заповедь Не Произноси Имя Бога Напрасно Ибо Бог Не Прости Того Кто Его Имя Напрасно Произносит Так Что Один Из Десяти Заповедей Это Что Нельзя Говорить Имя Бога Зря Назря Поэтому Если Вы Сказали Барахон На Яблоко Или На Любую Вещь И Вы Его Не Поели Вы Согрешили Сейчас Субботу Вечером Вам Дали Огонь Вы Должны Сказать Богу Спасибо Что У 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 Смотреть Темно Ж Электричества Раньше Не Было Как Только Вы Сказали Барахон На Этот Огонь Вы Должны Этот Огонь Теперь Использовать Либо Вы Должны Что Посмотреть Почитать Нельзя Произносить Тому Что Вы Разговариваете Как Будто Либо Вы Должны Посмотреть На Монету Раха Рахашонка Разглядеть Либо Вы Должны Посмотреть На Что На Что Вы Смотрите Чтобы Посмотреть Разницу Между Ногтями И Кожей Мы Должны На Что То Посмотреть А Мудрецы Говорят Нам Почему Мы Смотрим На Десять Пальцев Чтобы Напомнить Человеку Что Сейчас Уже Начинается Новая Неделя Когда Вы Будете Работать Многие Люди Работают Руками Они Что То Делают Пожалуйста Делайте Это Честным Путем Поэтому Мы Смотрим На Наши Пальцы Лифнец Это Шаббат Кошер Нирим Коховим Решоним Баракия На Нагу И Мотэ Натномар Тхина Это У нас У Бухарских Не Принято Но Есть Такие Ашкеназы Когда Заканчивается Шаббат И Уже Появляется На Небе Первые Звезды Которых Мы Видим Некоторые Женщины Говорят Молитву Что За Молитва Эта Она Говорит Со Слезами На Глазах Батхина Луамилим Икар Эле Анейма Ашоне Бентхина Бэйдан Шушан Бэйдан Шель Ягон Значит Это Называется Йидыши Мамы Йидыши Мамы Вы слышали Такое Выражение Еврейская Мать Она Читает Молитву Бог Авраама Ицхака Якова Пожалуйста Охраняй Свой Народ Израиля Сохраняй От всех Бед Пожалуйста Накинь На них Мантию Благополучия И защищай Их Своей Большой Милосердию От всех Врагов И Недоброжелателей Шаббат Кодыш Холефет Волехет Суббота Уходит Пожалуйста Дай нам В эту Неделю Много Много Изобилия Благословения И успеха Уважения Почестей И богатства Любовь И милость И братство И вот И поэтому Вот эта молитва Которую Некоторые Женщины Они поют И так же Мы должны Сказать Благословение На луну Один раз В месяц Это Это Называется Кедуш Левана Или Берка Тальвана Бог Говорит Нам Дорогие Евреи Когда Существовал Когда Бог Дал нам Тору У нас Сегодня Есть Календарь Правильно Вы знаете Когда Будет Песах Вы знаете Когда Будет Шавот Вы уже Точно Знаете Но Раньше Такого Не было Раньше Календарей Не было Раньше Человек Мог Еще На один День Больше Еще На один День Меньше Все Зависело Когда Появлялась Новая Луна Когда Люди Видели Новолуние Они Говорили Сегодня Мы Объявляем Рошходыш Они Шли В Бен Динг Или Они Передавали Стояли На горах Короче Они Как-то Передавали Друг Другу Знак Что Они Луну Поэтому У них Не было Точного Календаря Иногда Рошходыш Был Один День Иногда Было Два Дня Иногда Они Могли Сделать Еще Один Месяц Песах Был Через Месяц Поэтому Бог Говорит Нам Что Луна Имеет Большое Значение В нашем Календаре И Солнце Тоже Имеет Большое Значение И Мы Должны Сказать Богу Спасибо За то Что Он Дал Нам Луну И Мы Там Читаем Также Давид Мелех Исраэль Хай Вакаян Есть Такая Песня Да Давид Мелех Исраэль Хай Вакаян Переводится Царь Давид Он Царь Еврейский Он Живой И он Существует Почему Мы Это Говорим Когда Луна Уже Месяц Проходит Она Исчезает Или Нет Луна Мы Ее Не Видим Ее Отражение От солнца Луна Всегда Стоит Но Когда Солнце Сияет Мы Видим Маленькую Часть Луны Большую Часть Луны Или Не Полностью Видим Потом Луна Уменьшается И Исчезает И обратно Появляется То же Самое Царь Давид Был Царем Потом Шламу Амелех Был Царем Потом Что Случилось Сегодня У нас Нету Царей Правильно Бог Говорит Как Луна Она Появляется Ты должен Знать Что Царь Давид Он Тоже Сейчас Временно Нету У нас Царей Но Он Еще Вернется Машиах Бен Давид Машиах Бен Иосиф Это Другая Тема Машиах Бен Давид Он Обратно Будет Царем Я хочу Закончить Мои Речи Субботу Вечером Мы Должны Стараться Я Это Сам Не Делаю Но Кто Может Это Очень Большая Митва Говорит 130 раз Элия Ванови Элия Ванови Элия Ванови Элия Ванови Кто Говорит Субботу Вечером 130 раз Элия Ванови Бог Ему Даст Благословение Но Нельзя Чтобы Люди Об этом Знали Нельзя Чтобы Вы Говорили Подожди Я Сейчас Должен Элия Ванови 130 раз Сказать Я Тебе Перезвоню Нельзя Чтобы Люди Об Элия Знали Поэтому Почему Именно В субботу Мы не вспоминаем Мошарабейну Мы не вспоминаем Аврамовину Именно Кого Вспоминаем Элия Ванови Почему Потому что Элия Ванови Не может Прийти к людям В пятницу До шаббата Элия Ванови Не может Вас Оповестить О том Что Мощах В дороге Если Сегодня Песах Зайдет Ночью Или Сегодня Рошашано Или Сегодня Кипур Никогда Элия Ванови Не будет Людей Тревожить Перед Шаббатом И перед Праздником Но Когда Заканчивается Шаббат Уже Есть Возможность Может быть Элия Ванови Придет И даст Нам Сообщение Что Мощах Придет Через Сколько Дней Через Три Дня Элия Ванови Должен Прийти И сказать Людям Люди Готовьтесь У вас Есть Бизнес У вас Есть Дом До Свидания Скажите Мощах Через Три Дня Придет Все Должны Отправляться В Израиль Все Там У меня Так Много Туфлей Так У меня Много Электроники И Элия Ванови Говорит Мы Все Отправляемся Куда В Израиль Конечно Я Не сомневаюсь Что Элия Ванови Вас Не обидит Может быть Вы Как Немуд Еще Может Оставите Или Продадите Но Мы Все Должны Будем Отправиться В Израиль Поэтому Субботу Вечером Мы Вспоминаем Элия И Также Надо Постараться Субботу Вечером Рассказ Про Кого Вы Знаете Баальшемтов Если Вы Расскажете Какой Это Рассказ Про Баальшемтов Это Очень Баальшемтов Баальшемтов Рассказ Рассказ Про Великого Рабая Которого Звали Баальшемтов Он Жил 350-400 Лет Тому Назад Его Папа Раби Элиезер Он Очень И Очень Много Приглашал Гостей Но У него Много Лет Не Было Детей Баальшемтов Папа И Однажды К нему Пришел Какой То Бедный Человек И Он Не Купался Целый Год Плохой Запах Имел Вы Хотите Такого Гости Иметь Он Чихает На Салаты Потом Он Идет Своими Грязными Глинными Туфлями Садится На Ваш Кровать И Лежит Спит На Вашей Кровати Баальшем Того Папа Говорит Жене Молчи Ничего Не Говорит И В Субботу Утром Так И В Субботу Вечером Так И Потом Когда Шаббат Заканчивается Этот Гость Говорит Дорогой Рабе Елизер Я Хочу Вам Сказать Секрет Что Я Говорит Элия Онови За То Что Вы Мне Ни Одного Замечания Не Дали Что Я Чихал Вы Не Бойте Я Коронавирус Не И Я Не Болею Я Лежал На Вашей Кровати Грязными Туфлями Я Не Купался Я Говорит Все Это Специально Все Это Сделал Потому Что Это Было Для Вас Испытание Если Мне Дадите Замечание Или Нет За То Что Вы Мне Замечание Не Дали И Все Терпели Мои Выходки У Вас Ровно Через Девять Месяцев Родится Мальчик И Я Буду Сандак На Его Обрезание Я Приду И Вы Дадите Мне Сандак Я Конечно Приду Уже В Другом Виде И Вот Таким Образом Родился Бааль Шем Туф Иногда Люди Назлят Когда Я Сюда Заходил Один Мальчик Видит Что Я Уже Здесь Два Шага Двери Даже Не Держит Рабай Заходите Не Говорит Зашел Забежал Так Видит Что Я И Двери Даже Не Держит Дерех Эрец Нес Есть Такие Люди Дерех Эрец Нет И Конечно Я Ему Сказал Но С другой Стороны Может Мне Надо Было Молчать Потому Что Может Бог Меня Испытывает А С другой Стороны Надо Его Воспитать Потому Что Он Не Воспитанный Мальчик Ему 13 Лет Не Воспитанный Поэтому Может Надо Было Молчать Может Надо Было Сказать Но Это Было Испытание Для Меня Понимаете Поэтому Это Тяжело Знать И Здесь Знаете Если Испытание Или Нет Всем Вам Хорошего Дня Амин